Приветствую зрителей Политека Онлайн, я Екатерина Шумила, Андрей Золотрев, политолог, сегодня с нами на связи. Андрей, приветствую вас. Добрый день. Белорусский президент Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ и он сказал о том, что если Беларусь рухнет, следующая будет Россия. Таким образом, что он хотел донести и к белорусам, и к русским людям? Ну, месседж абсолютно понятный. Если отмайданит Лукашенко, то следующим отмайданит и Путина. Ну, учитывая все-таки то, что режим в принципе и там, и там авторитарный, то это совершенно, это было адресовано вполне конкретному адресату. То есть не населению России вообще, а именно Владимиру Владимировичу Путину от Александра Лукашенко. Вот, поэтому тут все совершенно очевидно. Да, наделавшее немалый резонанс интервью Лукашенко, оно сегодня разбирается. Ясно одно то, что никуда уходить Александр Георгиевич не спешит. Ну и в принципе понятно то, что это начало конца его эпохи. А вот что дальше будет? То ли его понизят с председателя колхоза до главного агронома в процессе сближения России и Беларуси. Я думаю, это будет обсуждаться в ближайшее время на встрече Лукашенко и Путина. Равно как и вопрос о 40 миллиардах внешнего долга, в который в значительной степени Беларусь должна именно России. Стало известно о том, что следующей темой для разговора Путина и Лукашенко будет как раз реструктуризация госдолга Беларуси перед Россией. То есть это ключевая тема или возможно будет еще что-то? Одна из ключевых. Одна из ключевых – союзное государство и долги дальнейшей характер экономических отношений Беларуси и России. Все дело в том, что совершенно ясно, что Россия будет теперь подходить куда жестче и прагматичнее к экономическим отношениям. И тот период, когда Беларусь могла дешево покупать энергоносители и достаточно дорого продавать свою машиностроительную продукцию в России, этот период подходит к концу. То есть в любом случае, я и накануне выборов говорил, победит ли оппозиция или останется Лукашенко, то в любом случае беларусов ждет ухудшение экономической ситуации. Это неизбежно. Период, когда во многом за счет очень выгодных экономических преференций оплачивался относительно социальное благополучие беларусов, подходит к концу. Андрей, а вот если говорить о лидерах оппозиции беларусской, последняя громкая была новость, когда Колесникова не захотела въезжать в Украину и якобы насильственно пытались выпереть из Беларуси. Она разорвала свой паспорт, таким образом хотела остаться в Беларуси. Можно ли говорить о том, что это новое лицо беларусской оппозиции, которое будет ярче, чем Тихановская, к примеру? Безусловно. Ну и, собственно, и Лукашенко, как он выразился, как старый пограничник, разобрал эпизод с Колесниковой. Ну, в любом случае, я думаю, ничего с ней не смучится, с нее будут, думаю, пылинки сдувать. Повторение кейса с Навальным Лукашенко уже совсем не нужно. А вот то, что Колесникова оказалась куда более сильной фигурой, со стержнем, куда более высоким уровнем организаторских способностей, более яркой, как публичный лидер, по-моему, совершенно очевидно. И редко так бывает, что начальник штаба одного из кандидатов сумел так заявить себе, как публичная политическая фигура. Поэтому, я думаю, что в отличие от Тихановской, как раз у нее политическое будущее в Беларуси есть, перспектива политическая. Так как, ну, как бы там ни было, но период, как было раньше, в Беларуси закончился. В любом случае, Лукашенко, даже если он останется, я думаю, он останется, ему придется идти на определенные политические уступки, на смягчение политического режима. Ну, с закручиванием гаек, я думаю, не выйдет. И как раз вот в этой новой реальности для Колесникова и место найдется, в отличие от Тихановской. Да, Андрей, вот есть мнение, что якобы белорусская оппозиция, она не совсем такая независимая, что в том числе она контролируется со стороны России. И вот последнее заявление Тихановской, видеообращение, которое она направила россиянам, она сказала о том, что не нужно вестись на пропаганду и братские народы, на самом-то деле, Беларусь и Россия, и о том, что им не надо ссориться, не нужно вестись на такие заявления политики. Согласны ли вы с этим? Смотрите, даже географически есть западные области Беларуси, даже Вресская, Гродненская, там, где мы видели польские флаги. И есть даже Витебская область, куда более значительно, более пророссийская. И вот в этой реальности, в белорусской реальности, естественно, выступают с антироссийскими мозгами, но это подобно политическому самоубийству. И самое главное, ведь все упускают тот маленький факт того, что господин Бабарико был газпромовским банкиром, а Колесникова работала начальником его предвыборного штаба. Ну, насколько я знаю, как и не бывает бывших спецслужбистов, так и не бывает бывших газпромовских банкиров. Человек, десятилетиями работавший с Газпромом, ну, он пуповиной привязан к России. И вот здесь действительно, как говорится, фактор того, что оппозиция Лукашенко, она поддерживалась не только Западом, но и со стороны ближайшего стратегического партнера. Ну, по-моему, вещь, лежащая на поверхности. Андрей, чтобы закончить эту тему и подвести итоги, как вы думаете, вот уже месяц, как белорусское сообщество не утихает с протестами против Лукашенко, сколько еще у них будет сил на эти протесты? Я думаю, до серьезных холодов, но отобориться не удастся, Майдана не будет, а вот воскресные бродилки по центру Минска, ну, это может пройти достаточно долго, до зимы. Но пока время работает на Лукашенко. То есть Лукашенко усидел, он укрепил таны. Другое дело, что, возможно, придется идти на те уступки России, которые он совершенно не планировал. Ну, я уже говорил о том, что могут понизить до главного агронома. Но это совершенно очевидно. Здесь вопрос, согласится ли на такую роль Лукашенко? А деваться ему-то некуда. Он прекрасно понимает, что, как говорится, иного выбора у него нет. То есть из двух зол выбирают меньше. Андрей, перейдем к следующей теме. Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в ночь на 8 сентября жестоко избили, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На это отреагировал даже офис президента и призвал правоохранителей расследовать это дело. Что скажете, почему? Во-первых, мотивы, каковы, возможно, были? И почему офис президента так точечно реагирует на такие новости? На одни реагируют, на другие молчит? Абсолютно уместное замечание. Дай Бог Владимиру Балуху здоровья, пусть выздоравливает, поправляется, дай Бог, чтобы остался жив. Но вопрос тут опять. Я в предыдущих передачах говорил о так называемой, свойственной нашим некоторым клиническим патриотам, гатентотской морали. И вот здесь сразу же началась истерика о том, что это агенты Путина, что за украинскую мову. Вы прогуляетесь вечером после 10 по гидропарку или по Троещине, но это явно места концентрации агентов Путина. То есть высокий риск того, что вы попадете в какую-то неприятность. И тут другой момент. Были прецеденты с избиением представителей партии «Шария». Никита Роженко в Харькове, в Виннице, нападение на офисы. Ну, не было вот этого шума, хайпа. Это все воспринимается как должное. То есть когда бьют тех, кто считается неправильным украинцем, то есть у кого подозревают в каких-то выдуманных пророссийской направленности, это в порядке вещей. А вот когда под раздачу попал патриот, это обязательно агенты Путина, это караул, свистать всех наверх, лучшие полицейские силы и так далее. Вопрос надо ставить по-другому. Каждый гражданин Украины должен быть защищен. И государство это должно гарантировать. И ошибка офиса президента в том, что оно вот, ну, как и было с домом Шабунина, тут же сделали стойку, караул, а другие нападения, как с ними быть. То есть поэтому должно быть одинаковое отношение. А не так. Это свой, это чужой. Ну, вот как в случае с Шарьем, тем более, что это получило еще и международный резонанс. Кстати, что показательно, насчет управляемости наших уличных радикалов, как только пошел международный резонанс, нападения, как по волшебной палочке, прекратились. Закончилось сафари. То есть отцы-содержатели поняли, ну, о том, что могут нарваться на неприятности более серьезного порядка. Ну и очевидно сказали, как говорится, стоять к ноге, и все как-то стихло. Ну, я думаю, что все-таки в случае с Владимиром Баухом здесь это банальный уличный криминал. К сожалению, после шести лет непрерывной полицейской реформы, ну, на улицах стало находиться куда опаснее, чем до того. Поэтому, скорее всего, здесь банальный уличный криминал. Да, Андрей, ну а сейчас президент Украины Владимир Зеленский продолжает ездить в разные города Украины, знакомиться с местными проблемами. Как думаете, насколько глубоко он погружается, и насколько у него есть такая возможность погружаться в проблемы регионов? И на самом-то деле, для чего он туда ездит? Ну, смотрите, политтехнологический фон местных выборов. Помните, год назад, когда проходили парламентские выборы в июле, был такой период стагнации рейтинга Зеленского и «Слуги народа». Дальше был знаменитый его региональный тур, в котором он выглядел как Макроном, когда почти как Лукашенко. Но тур, что называется, зашел в общественное мнение. Буквально за две недели рейтинг «Слуги народа» прыгнул плюс 10%. Персональный рейтинг Зеленского вырос. И мы видели счет на табло, с каким результатом «Слуги народа» пришли. Очевидно, помятуя о этом позитивном опыте, решили его повторить. Однако, ну, дважды нельзя зайти в одну и ту же реку. Дважды в одних условиях технология работает, заходит на Урал, в других условиях она дает сбой. Я думаю, в принципе, позитив это даст. И «Слуги народа», и «Слуги народа», и «Слуги народа», и «Слуги народа», я думаю, наберет балл, у него небольшая позитивная динамика. Кстати, вот за неделю, сейчас же все еженедельно запускают опросы. Ну, есть. Но это не будет иметь такого мощного, скажем так, электорального рывка, который мы видели год назад. И другое дело то, что очень часто, ну, как в Житомире, накануне приезда Зеленского ночью латают асфальт по пути следования. Но мы же знаем, что в Житомире мэр, представитель партии «Пропозиция», а это же сплошь одни профессионалы. Но, видимо, настолько профессионален, что приходится, ну, как говорится, по-старому, как всегда было и во времена предыдущих президентов, красить бордюры, латать асфальт на скорую руку. Ну, вот, это просто картинки с выставки. Я думаю, что Владимиру Александровичу и, собственно, как знакомые уже успели сообщить из Житомира. Кстати, кортеж небольшой. Очевидно, уроки предыдущих визитов в регионы учли. Без большой помпы улицы не перекрываются. Ну, программа у него там, по-моему, житомирская политехника, университет, территориальные громады, где будут презентовать стратегию развития региона. Там акцент сделают на Янтарь, Титан, сырьевой кластер и научно-космический. И помним же домер «Родина Королева». Кроме того, там в свое время был в свое время достаточно мощный военный вуз, готовивший как раз специалистов этой сферы. Ну, такая программа у Зеленского. В принципе, это надо делать постоянно. Единственное, что я считаю, что как раз основа позитивного образа Зеленского заключалась в том, что он другой, он не такой, как они. То есть, с ним, я ни разу говорил, видели прежде всего Алла Бородина. Вот как раз ему надо меньше всего, чтобы его визиты походили на визиты его предшественников. Когда отрабатываются две мизанцены. Рубка голов плохих бояр и раздача шуб старского плеча. То есть, если он сумеет отстроиться в этом плане, ну, тогда от этих региональных визитов будет толк. Ну, тем более, что в разных регионах разная ситуация. Если, допустим, по Чернигову, по Харькову не вижу никакой интриги, то Днепр, Одесса, там интрига будет. Будет интрига во Львове. В Ивано-Франковске, в Тернополе интриги не будет. А интрига какая именно может быть? Ну, кто, скажем так, кто победит на выборах, и в чьих руках будет сосредоточена власть. Допустим, в конкретных городах и регионах. Понимаете, ведь, по сути, основной конфликт этих выборов, а выборы не могут быть без конфликта, должна быть сторона добра и сторона зла. Ну, желательно, конечно, быть на стороне добра, но бывает так, что оказываешься лучше, если окажешься в качестве меньшего зла. Основной конфликт – это конфликт Киева и региональных элит. И вот, собственно, здесь Зеленский и команда «Слуги народа» вынуждены искать партнеров региона. То есть, со всеми подружиться не получится. Допустим, мы видим по Днепру, явно Зеленскому оппонируют клан команда «Корбана-Филатова», но другие, скажем так, сильные формирования, сильные в этом регионе, они, в принципе, готовы искать компромисс, находить точки соприкосновения. Так везде. В Киеве тоже. В Киеве тоже. Мне кажется, что как раз интрига будет заключаться в том, сумеет ли… И шансы, кстати, растут у Ирины Верещук. Если она выходит во второй тур, на фоне того, что Пальчевский больше фокусируется сейчас на общенациональных, видимо, готовится к выборам в Раду, как раз последние соцопросы два дня показывают, что ее шансы на второй тур растут. И вот в этой ситуации основная интрига – кто с кем будет дружить? Удар с евросолидарностью или удар со «Слугами народа»? А другие уже будут к ним присоединяться. Да, Андрей, последний вопрос. Мы видим, что наши депутаты активно и все политики в Украине активно готовятся к местным выборам, но вокруг Украины очень много тоже вызовов. Это и Беларусь, кризис политический, который мы уже с вами обсудили. Это и выборы президентские в США 3 ноября. Украина сейчас готова к вызовам, как и внутренним, так и внешним, или нет? Нет, не готова. Но, прежде всего, наша ключевая проблема – это экономика и финансы. Ведь, знаете, может получиться так, что в этом году мы должны до конца года, по-моему, около 5 миллиардов по внешним долгам. Плюс дыра в бюджете. Культурно выражаясь и корректно выражаясь, дефицит бюджета – 300 миллиардов. Ну, если с этим как-то еще можно решить вопрос, запуская печатный станок, другими инструментами, то когда все вот эти факторы, плюс выборы, плюс геополитическая ситуация, плюс ситуация с коронавирусом, все сходится в одной точке, мы рискуем получить идеальный шторм. Вот в этом самый большой риск, о котором, ну, говорю не только я. То есть проблему, ну, и просто итоги этих выборов могут оказаться с тем, что, ну, вместо децентрализации мы получим феодализацию, когда страна превратится в Украину тысячу кутору. Вот. Ну, пока все к этому идет. Андрей, я вас очень благодарю за интересную беседу и что нашли время пообщаться с нами. Андрей Золотарев был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.